Обманутые барнаульцы устроили пикет у Азиатско-Тихоокеанского банка. Люди выступили с требованием вернуть им вложенные деньги, сообщает полиция БРУ. Несколько вкладчиков, пострадавших от вексельной схемы, пикетировали один из офисов учреждения в Барнауле. Ранее сообщалось, что несколько жителей краевой столицы вложили свои сбережения не на вклад, а в векселя. В этом случае процентная ставка была выше. Как выяснилось, ценные бумаги покупались не у банка, а у компании ФТК, и деньги вкладчиков шли на погашение долгов компании, которая, по данным Центробанка, обладала всеми признаками неплатежеспособности. Ну а сам банк в этом случае выступал агентом по продаже векселей. По всей России от этой схемы пострадали тысячи человек. Общая сумма их потерь превышает 4 миллиарда рублей. В Рубцовске начали строить ледовую арену за 217 миллионов рублей. Возводить ее планируют два года, сообщает АИФ на Алтае. Одновременно находиться там смогут 300 человек. Хоккеисты будут бесплатно тренироваться в рабочие дни с 10.30 до 17 часов. И один раз в квартал в ледовом дворце будут проводить соревнования. Достроить арену планируют в 2020 году. Эту народную артистку, пожалуй, слышал каждый житель краевой столицы. 90-летней бабушке, которая высоким голосом распевает романсы, играя на гармонии у гостиницы «Центральные», жители подарили новый инструмент. С 90-летней пенсионеркой познакомился барнаулиц Иван Фомин. Он и рассказал ее историю корреспондентам КП на Алтае. Иван выставил пост и буквально на следующий день откликнулись неравнодушные барнаульцы. Бабушке подарили новый инструмент и собрали 16 тысяч рублей на лекарства. Евгения Даровская. Наши новости.